Его узнаваемость, опыт связи, а главное вовлеченность в происходящее – главный козырь Рязанской области в парламенте страны. Андрей Макаров – настоящий политический тяжеловес, говорили политологи. Битва за них этой осенью будет серьезной. Быть слышимым на фоне других регионов – то, что удается рязанскому представителю в Госдуме, всегда. Его комментарии – это тоже всегда убедительно, в том числе и после послания президента. Только те выплаты, которые сегодня были обозначены президентом, я подчеркиваю, только прямые выплаты, по этому году составляют где-то порядка 270 миллиардов рублей. По следующему где-то примерно 140. Я повторяю, это только то, что сегодня президентом непосредственно названо. Есть ли на это средства? Да, есть. Все эти средства саккумулированы. Более того, когда мы рассматривали бюджет страны и когда мы создавали, в первую очередь, резервный фонд правительства и механизм его пополнения, мы предусмотрели все необходимые условия, чтобы эти средства в бюджете были. Его результативность даже не в количестве денег, пришедших в Рязанскую область, хотя сумма тут действительно впечатляет. В прошлом году регион получил больше 6 миллиардов дополнительных средств из федеральной казны. В этом уже почти миллиард. При этом о своем участии Макаров часто умалчивает. Мне кажется, что очень важно не просто там пиар-агент какой-то от региона, а это должен быть человек, который полностью погружен и чьи задачи полностью коррелируются с теми, которые стоят перед регионом, которые стоят перед тем же правительством Рязанской области. Достойный и деловой под эти эпитеты должен подходить не только Андрей Макаров, но и остальной пол депутатов. Ирина Сизова за ротацию, но, конечно, лидер должен быть неизменен. Все мы прекрасно помним, насколько требовательен Андрей Михайлович именно к вопросам финансовой дисциплины и отработки всех необходимых решений, решений, необходимых для получения бюджетных средств. Об этом никому объяснять не надо, кто это понимает и умеет донести до других лучше него. Поэтому сохранить такого депутата, как Макаров, нам, конечно, необходимо. Еще одна важная тема, о которой говорили политологи – законодательное закрепление ответственности за предвыборные обещания. Необходимость ежегодных отчетов депутатов перед избирателями тоже давно назрела. Максим Васильев, Телекомпания, Город.